МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вера в человечность пошатнулась. В Барнауле пожилую женщину, которая забыла пенсионное, около часа удерживали в душном автобусе. Итак, полтысячи человек и больше ста аварийных бригад до сих пор устраняют последствия урагана в краевой столице. Все деревья удастся убрать лишь к концу недели, сообщили нам сегодня в администрации края. Как Барнаула и его жители приходят в себя после ЧП в материале Ирины Корчагиной. Пол дома было снесено. Не было просто. Людмила Черепанова живет в поселке Цветы Алтай 40 лет. Такой хаос на ее глазах здесь впервые. По всему населенному пункту раскиданы деревья, оборваны провода. Про посадки на огороде можно забыть. Два дня у жителей нет воды и электричества. В поселке Цветы Алтай больше всего не повезло хозяину этого дома. За минуту на его участок упало более 20 деревьев. Разрушен забор, система отопления, задеты гараж, баня. Причем жильцам приходится вывозить деревья за свой счет. И им страшно представить, сколько денег придется вложить в этот дом, чтобы восстановить его. Людей не видно вообще. Макс, а ты сейчас я подожди. В этот вечер не обошлось без трагедии. В момент бури мужчина, управляющий краном, уводил многотонный груз от Ленинского проспекта и до последнего момента не покидал кабину. К сожалению, кран рухнул, а рабочий скончался. Машина задела часть крыши дворца бракосочетания. Да ладно, ребята! Доехали! Доехали! Обычная прогулка на теплоходе едва не обернулась катастрофой. Спустя 20 минут после отправления барракуда врезалась в опору нового моста. Катер понесло по течению. На судне находилось около 160 человек. По словам пассажирам, не всем достались спасательные жилеты. В результате столкновения катера с опорами моста по салону посыпались осколки стекла. На следующий день люди начали обращаться в больницы с отрясениями и обширными порезами. Здорово! Упал холодильник, прищемил ногу или пальцы, что-то такое. То есть телесные какие-то повреждения были у людей. Кого-то несли под ручки, женщину несли, парень прыгал на одной ноге. А в Центральном парке переполненная сливная система канализации сдалась перед стихией. В самый разгар выпускного вечера на глазах у школьников полились фекалии. Никто из вчерашних учеников не пострадал. Разные были ощущения, но учитывая, что мы продолжаем поддерживать связь и с учителями, и с организаторами, никаких нареканий. Наоборот, это такой точно запомнится им выпускной на всю жизнь. До сих пор без воды и электричества остаются некоторые дома в Центральном районе. Кроме города Барнаула, принявшего на себя основной удар стихии, затронуло еще семь муниципальных образований. Более 80 тысяч человек в крае оставались без электричества. Лесоводы предупреждают, что отголоски стихии еще коснутся аграриев. Шквалистый ветер снес около 10 сантиметров почвы. Специалисты добавляют, что жителям региона придется привыкнуть к пыльным бурям. Ну а синоптики сообщают, что в Барнауле разрушительный ураган может повториться 27 и 28 июня. Ирина Корчегина, Анастасия Бертенева, Павел Лаурнин, Александр Антропов. Наши новости. К другим темам. Медицина, образование, социальная сфера, а также исполнение майских указов президента. Бийск с рабочим визитом посетил временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. В Наукограде он принял участие сразу в трех мероприятиях. В городской администрации состоялось совещание с участием руководителей муниципалитетов Бийского и части Заринского управленческих округов, а также депутатов всех уровней власти. Сразу после этой встречи Виктор Томенко пообщался с представителями как городских, так и районных СМИ. Система управления работоспособная, она в состоянии нормально функционировать, обеспечивать текущую жизнедеятельность края. Есть, конечно, свои особенности, есть проблемы, накопившиеся годами. Предшественники наши хорошо совершенно понимали, что с этим что-то надо делать, но как делать, так вот как-то пока что и не сложилось. Визит Виктора Томенко в Бийск завершился в драматическом театре, где состоялся форум «Единая Россия, Алтайский край, энергия развития». В качестве спикеров выступили кандидаты от партии на должность главы региона. Это Виктор Зобнев, Татьяна Ильиченко, Павел Нестеров, Сергей Серов и Виктор Томенко. После чего прошло голосование по выбору приоритетных направлений развития Алтайского края. На выбор было предложено 16 пунктов. Среди них демография, развитие села, наука, цифровая экономика и культура. Добавим, что подобные мероприятия уже прошли в Рубцовске и Благовещенском районе. Итогом работы всех площадок станет краевая конференция партии, где определят кандидата, который примет участие в губернаторских выборах 9 сентября. Продолжим. Открыли сезон и счет пострадавших. 11 детей получили травмы, управляя скутером или велосипедом за первые недели лета. Вот такую статистику приводят полицейские края. Помочь сократить количество нарушений ПДД в теплые месяцы должны байкеры в погонах. О деталях их работы далее. Этот беспечный издог, похоже, и не собирался останавливаться. Едва увидев полицейских, лишь выкрутил ручку газа до отказа. За такими, как их еще называют автомобилисты, самоликвидаторами сложно угнаться. Зачастую они сами попадают, вот только не в списки нарушителей, а погибших. Подобные случаи бегства, говорят правоохранители, происходят практически каждый день. Был случай у нас, парень гоняли его, но после остановки догнали, остановили человека с документами, все в порядке. Отсутствовал только страховой поле Сосага у него. Ну, естественно, начали его опрашивать, что сподвигло вас для того, чтобы убегать. Он говорит, ну, это уже привычка моя. Шансы поймать такого гонщика увеличиваются, когда полицейские пересаживаются на мотоциклы. Наверняка быть на месте патрульной машины представитель, как в народе их называют, мотобатальона, беглец, скорее всего, был бы задержан. Именно поэтому ежегодно вместе с байкерами и велосипедистами сезон открывают они. Люди в форме на двух колесах. Их главный напарник, мотоцикл, смену для них двоих длится 12 часов. За это время успевают намотать почти сотню километров и выписать десятки штрафов. У байкеров в основном это езда без документов и номеров, у автомобилистов не пристегнутый ремень и нарушение скоростного режима. Есть у них одно общее – ездят в нетрезвом виде. Это от воспитания зависит прежде всего. Если ты ответственный не только за свою жизнь, а за окружающих, то ты все по закону делаешь. Таких положительных водителей видно издалека, уверяют правоохранители. Главное отличие – манера езды в потоке. Встречаются и совсем безбашенные мотоциклисты. Но, как отмечают сами сотрудники, таких с каждым годом становится все меньше. Всего же в распоряжении патрульных пять мотоциклов. Со дня на день обещают пополнение, чтобы наверняка ни один лихач не остался безнаказанным. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. В Барнауле произошел беспрецедентный случай. В автобусе 53-го маршрута почти час кондукторы-водители удерживали пожилую женщину, которая забыла дома пенсионное удостоверение. При этом проездной был у нее с собой. Подробности в нашем материале. 77-летняя пенсионерка Надежда Бражникова ехала домой обычным маршрутом. По рассеянности, как объяснила потом нам и своей дочери, забыла сумку с деньгами и пенсионным удостоверением. С собой был только проездной, с фотографией и именем. Но без пенсионного кондукторы принимать проездной отказалось. И движение автобуса остановили. Сказали, до конца довезут. Я думала, довезут до конца. Там начальство их не разберется. Они на новом рынке остановили. Сначала пенсионерке предложили выйти. Но идти пешком она отказалась. Колени больные. По ее словам, водитель в нецензурной форме в дальнейшей поездке тоже отказал. Всех пассажиров выпустили. Пожилую женщину оставили. Почти час она находилась в автобусе. Из-за духоты резко подскочило давление. Вызволить из плена пожилую женщину удалось лишь дочери. Я еле выцарапала из автобуса бабушку. При этом у водителя было открыто окно. А кондуктор стоял на улице в теньке, где мы сейчас с вами стоим. Кстати, персонал автобуса в своих действиях ничего неправомерного не усмотрел. По словам кондуктора, она и водитель действовали по инструкции, которая следует всегда. Ни для кого исключений не делают. Зайдите на госуслуги. И как положено, пенсионер должен предъявить документ кондуктора. Вы понимаете, нас за это штрафуют. И я должна убедиться, что она при документе, при пенсионном. В транспортной компании, к которой относится 53 маршрут, о происшествии с нашей съемочной группой разговаривать не стали. Без комментариев. Ну, потому что пока что мы не разобрались. Потому что разбираемся. На данный момент нам известно, что на персонал автобуса было принято заявление по факту незаконного удержания и издевательств над человеком. Мы будем следить, чем закончится история. А Надежда Баражникова едва ли в ближайшее время вновь сядет в автобус. Здоровье не позволит. Да и вера в человечность пошатнулась. Ирина Харитон, Павел Лауранин. Наши новости. Роберт Рождественский прибыл на Алтай. В селе Косиха установили памятник, посвященный известному поэту. В минувшие выходные прошли 12-е рождественские чтения. Они собрали гостей со всей страны. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Аплодисменты. Никакого пафоса, наоборот. Задумчивый взгляд, нога на ногу, рабочая поза поэта. Правая рука словно держит сигарету. Она и была. Затем памятник отредактировали. Ненадолго шутит дочь поэта Екатерина Рождественская. Таким образ поэта увидел Зураб Церетели. Это мне ничего не стоило. Никаких, ни миллионов, ничего. Он сделал это от души. Он сделал это потому, что он любил отца, что он был его другом. Я очень рада, что отец родился именно здесь, на Алтае. Потому что это, конечно, благословенная земля. Это ваша заслуга. Ваши рождественские чтения превратились в настоящий масштабный фестиваль. И сегодня, и вопреки это, будет не только встреча с поэзией, но еще и встреча с поэтом. На Алтае Рождественского любят, пожалуй, как нигде больше. В июне на его малую родину в село Косиха едут сотни человек. Мне хотелось всегда узнать, где же та истина, откуда рождались стихи. Любой стих взять, он связан как непосредственно с землей, где он родился, так и с той обстановкой, в которой он жил. То есть сочетание вот этого развития самой поэзии в тот период, а я застал в то время, когда многое запрещалось, но он умел сочетать. Его поэзия всегда была громкой, энергичной, боевой. Того требовала эпоха. То время по деталям и строкам воспроизводят в музее имени поэта. По воспоминаниям дочери Роберта Рождественского и Екатерины, поэт запирался у себя в кабинете, много курил и писал. А затем выходил из клубов дыма и первым стихи читал своим девонькам, а ждали его тысячи. Это были 60-е. В 60-е поэты Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Акуджава, Ахмадулина собирали концертные залы, их стихи вдохновляли. Здесь живые выступления можно послушать по телефону, посмотреть на экране. Выход на большие сцены сегодняшних авторов – одно из приоритетов культурной сферы края, чтобы означил в Рио губернатора Виктор Томенко, как и развитие широкой сети учреждений культуры и поддержка молодых творцов. Подготовленные, обученные, воспитанные наши таланты, люди творческих профессий должны находить свое применение, выход своему искусству, своим умениям и творчеству. Должны находить уже, думаю, в нашей достаточно крупной сети наших учреждений, где это дело поставлено на профессиональную основу. Этому помогают и рождественские чтения. С каждым годом интерес профессиональных литераторов к ним растет, а губернаторская премия имени поэта, которую вручали в четвертый раз, в России уже почетна. Лауреатом этого года стал Виктор Кирюшин. Он пишет о тревогах и надеждах и верит, читатель его услышит. Наверное, поэзия уже не будет собирать стадион, а может быть, этого и не нужно, потому что это дело такое почти интимное, индивидуальное. Я вот сам, если мне попадается книга хорошего поэта, я, знаете, больше трех стихотворений в день не могу прочитать, потому что прочитал, что-то должно в душе остаться. Здесь единство какое-то всех. Стихи замечательные читают. Вообще атмосфера уезжать не хочет. В этот день многие шли на звуки песен родных, любимых с детства. Творчеством рождественского делились со сцены актера Максима Верина, Анна Икунина, певец Владислав Косырев. Пожалуй, именно стихи, наложенные на музыку, подарили рождественскому любовь миллионов. Кстати, песенная пора в творчестве Роберта Рождественского началась именно на Алтае. Здесь в 1955 году он случайно встретил председателя сервиса композиторов. Но лучше назвать судьбой. И действительно судьба. Такой же неожиданной стала встреча рождественского и композитора Александра Тверковского. Тот предложил написать ему стихи именно для песни. Так родилась композиция «Твое окно», взявшая первое место на московском конкурсе. В последующем рождественский написал около 600 песен. Завершился вечер народными гуляниями, рок-концертом и салютом. Ярб любви по традиции любовно встретил гостей. В этом году их было несколько тысяч. А это значит творчество поэта близко людям. И сегодня. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Павел Лавранин. Наши новости. Два дня в пути провели паломники, которые крестным ходом двигаются в село Коробейниково к чудотворному образу Казанской Божьей Матери. Шквалистый ветер и дождь верующих не настигля. Вот нашу съемочную группу «Люди встретили», рассказывает Елена Кузовкина. Каждый день в пути люди проводят по 8-10 часов под палящим солнцем или проливным дождем. Следующая остановка в Калманке. Говорят, там для ночлега уже подготовлены места в местной школе. В половину 11 утра люди крестным ходом вышли из Бураново. В этом селе они делали первую остановку на ночь. Кстати, местные жители тоже присоединились к колонне. На сегодняшний день в числе паломников около 900 человек. Как Господь сказал, кто верует в меня, не надейтесь, что вам будет легко жить. Поэтому, как бы, ну как первый день пути. Ну, тяжело. Что вас заставило? Духовное обновление, чтобы избавиться от скверной нужды и печали, чтобы гордость, зависть, жадность не поглощали, чтобы истинно послужить Богу. Квасу. Я выпил 3 литра квасу. Как? Не раз в туалет не смотрю. Да вы что? Все потом вышло, все там растворилось. Столько воды потеряли. На протяжении всего крестного хода колонну сопровождает патрульная машина. Люди идут практически по проезжей части. При этом никаких серьезных заторов нет. Движения на трассе не особо интенсивные. Автомобилисты без проблем обгоняют паломников по встречной полосе. В местах нашей дислокации, где мы ночуем вечером, у нас постоянно будут дежурить машины скорой помощи, которые приписаны к населенным пунктам. В селе Усть-Пристань к крестному ходу присоединится митрополит Барнаульский Алтайский Сергий. До места назначения люди доберутся примерно к обеду субботы. В этот же день начнутся божественные литургии. А уже в воскресенье состоится праздник, посвященный чудотворному образу Коробейниковской иконы Божьей Матери. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Алтай готов поддержать сборную страны по футболу. В эти минуты в краевой столице болельщики продолжают прибывать в официальную фан-зону. Площадка в парке спорта Алексея Смертин открылась чуть больше часа назад. Сама игра начнется в 21 час ровно по барнаульскому времени. На трех больших экранах зрители смогут насладиться встречей команды Станислава Черчесова против Кавани, Суареса и компании. В сегодняшней встрече россияне ругаются и поспорят за первое место в своей подгруппе. Скорее всего, следующим соперником трехцветных станет либо сборная Испании, либо Португалии. Иран вряд ли. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофеи». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха – палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». На большей территории края дожди и грозы. В Рубцовске, Белокурихе 24 со знаком «плюс», в Биске 25, 27, в Олейске 22, в Камни-на-Аби. В Барнауле возможны дожди и грозы. Ночью 17, днем 24 выше нуля. И к этому часу у меня все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нестор Козин воевал на Западном фронте. Участник битвы под Москвой, Весло-Одерской и Восточно-Померанской операций. Особую славу дивизия генерал-майора приобрела под Сталинградом. В 1942 году она прорвала оборону румыно-немецких войск, замкнула кольцо окружения вокруг двух армейских корпусов и разрезала группировку на две части. Затем имитировала подход и изготовку к атаке механизированных частей, используя весь тракторный и автомобильный парк. Деморализованный командир противника генерал Стенеску был вынужден прислать парламентера с согласием сдать в плен все 27 тысяч бойцов. Позже дивизия Козина участвовала в штурме Берлина. За заслуги перед Отечеством ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носит одна из школ и улица Барнауля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова